На днях состоится значимое событие в жизни двух дружественных государств. Государственный визит Владимира Путина в Кыргызстан. И в преддверии его встречи с главой нашего государства пройдет немало важных встреч. Так состоялась конференция «Молодежь России и Кыргызстана. Новые горизонты сотрудничества», которые приняли участие стороны обоих государств. Мероприятие посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. Он отметил, что важным связующим звеном между нашими странами является именно образование. Так, на сегодняшний день в России обучаются более 15 тысяч наших соотечественников. В России обучается более 15 тысяч студентов из Кыргызстана. И очень такая мощная сила. И крайне важно, чтобы и после завершения учебы связи эти не рушились. Известно, что Россотрудничество совместно с Всемирной ассоциацией выпускников российских вузов подписали соответствующее соглашение, реализуют различные программы в этом направлении. Не мне, наверное, о них вам рассказывать. Но я хотел бы обратить внимание на необходимость более активного влечения молодежи, как из России, так и из Казахстана, в эти совместные проекты, чтобы они были менее забюрократизированы и более неформальны в этой связи. Целью конференции является активизация сотрудничества молодежных организаций России и Кыргызстана в гуманитарной сфере, а также расширение двухсторонних программ по развитию молодежного предпринимательства и волонтерства. Так, заместитель директора госагентства по делам молодежи Мирлан Парханов отметил, что на форуме в рабочем порядке обсуждались перспективы сотрудничества стран. Нашим молодым гражданам Кыргызстана нужна поддержка. В первую очередь со стороны России, чтобы полноценно наши бизнесмены в сфере малого и среднего предпринимательства могли спокойно проводить свою работу на территории России, знать законодательство Российской Федерации, какие-то вопросы в сфере налогового обложения. Но это очень важная вещь, потому что в большую очередь страдают молодежь от того, что для них недостаточно информации. Вот это все мы обсудили и пришли к мнению, что мы в этом направлении будем совместно работать. Отметим, что подобная молодежная конференция такого уровня проводится в Кыргызстане впервые. Это важное мероприятие, которое ознаменует собой новый этап сотрудничества наших государств. Так, руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев отметил, что конференция стала первой в подобном формате, и Россия постаралась привести хороших специалистов по работе с молодежью на международной арене. Также он отметил, что есть много планов для дальнейшего сотрудничества. Что у нас есть уже несколько традиционных форматов взаимодействия, такие как совместные российско-киргызские или кыргызско-российские молодежные форумы. И вот в этом году мы планируем собраться здесь, на замечательной земле Кыргызстана, и для того, чтобы обсудить целый ряд молодежных вопросов, прежде всего связанных с развитием добровольчества, волонтерства, молодежного предпринимательства на двустороннем треке. Ну и, конечно, мы не можем обойти предстоящую нам в следующем году памятную дату, очередную круглую дату годовщину совместной победы советского народа, народов Российской Федерации Кыргызстана в Великой Отечественной войне. Также на конференции посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко отметил, что на днях президент Кыргызстана Саранбай Джинбеков подписал указ о подготовке празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне, имея в виду, что этот праздник пройдет в Кыргызстане как всенародный праздник.